1 марта в Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания для абитуриентов, которая продлится до 28 июля. Для иностранных граждан сроки подачи документов продлеваются, они смогут занимать вакантные места по отдельному конкурсу до конца сентября. Все желающие могут подать документы дистанционно через личный кабинет или систему приема Ассоциации иностранных студентов «Буду студентом». Личное присутствие не обязательно на любом этапе, как на этапе приема документов и прохождения внутренних вступительных испытаний, так и на этапе зачисления. Подробную информацию о том, как будут проходить вступительные испытания абитуриенты могут получить у представителей приемной комиссии. Они ответят на любые интересующие вопросы. Для абитуриентов из стран зарубежья, которые не владеют английским языком, будут приглашены члены приемной комиссии, говорящие на языке носить. У нас в целом обширные каналы по общению, как группы в социальных сетях, профильные чаты, личное общение по телефону, либо личное общение при посещении вуза. Более востребованными для иностранных абитуриентов стали направления медицины, информационных технологий и международного менеджмента. Очень много поступающих заинтересовано в педагогическом образовании, связанном с изучением русского языка и русской культуры. Чаще всего, конечно, это страны ближнего зарубежья, но в прошлом году у нас было очень много абитуриентов, как уже обозначил, из Китая, из Киргизии, из стран Южной Америки, Латинской Америки, из Вьетнама. Даже были студенты из Америки. Подано уже более 700 заявлений. 250 из них рассмотрены и обработаны. Эти студенты могут сдавать экзамены в первую волну. Ирина Анорина, Никита Акиншин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова